МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После победы над хозяевами 3-1 главный тренер сборной Молдовы Валерий Андроник во втором туре Кубка развития настраивал своих и на викторию в поединке с Таджикистаном. Ну, во-первых, парни из Средней Азии на год старше, во-вторых, реваншистские настроения после поражения в серии пенальти от белорусов в прошлогоднем финале слишком сильные. Поэтому 7-1 с Казахстаном и 5-1 с Молдовой. Я считаю, что нам это на пользу, что они на год старше. Мы видим наши проблемы, будем анализировать, и мы должны расти. Белорусы тоже играли с соперником старше себя и уже по итогам первого тайма уступали Казахстану 0-4. В перерыве Александр Юревич заменил большую часть игроков – 6 человек. Два мяча белокрылые отыграли в последние 10 минут. Скафтнев с игры и Мартынов с пенальти – 2-4. На самом деле, очень стыдно было, особенно после первого тайма. Мне давно так не было стыдно. Психологическое состояние оставляет желать лучшего. Хотя вроде бы за поле мы ведем себя развязанно и свободно, но когда выходим на поле, мы какие-то рабы своего характера. К сожалению, это так на сегодняшний день. Победитель двух последних розыгрышей отдает трофей Таджикистану. В первые в Минске первое место достается азиатской дружине. Многие у нас на родине недооценивают команду Таджикистана. Поэтому я как главный тренер хочу сказать большое уважение к команде Таджикистана 2004 года. И вообще таджикскому народу и футбольной федерации Таджикистана. И команда Белоруссии, команда Молдовы – тоже неплохие ребята. С учетом, что они на год младше, мы должны это говорить как есть. Футбол в нашем стране в последнее время очень хорошо развивается. Мы стараемся там. У нас тренера хорошие. Спасибо Федерации футбола Таджикистана за вот эти турниры и поезд, которые нам представляют. Ребята стараются на тренировках, на товарищеских играх, на международных играх. Ту задачу, которую мы ставим перед ними, ту игру, которую мы хотим увидеть. Ребята очень стараются, работают усердно. То, что у нас в Таджикистане, у нас есть и лига, детская лига. То, что ребятишки уже с детства начинают привыкать к соревнованиям. Они уже играют у нас Ю-10, Ю-11, Ю-12. У нас все проходят чемпионаты республики. Поэтому, по-моему, то, что вот этот результат – это плоды вот этого работы детского футбола. В заключительном туре в субботу Молдова разыграет вторую строку с Казахстаном, а Беларусь попробует остановить Таджикистан. Редактор субтитров А.Семкин